Самое высокое сооружение в Александровском парке царского села открытом. Белая башня около 20 лет была на реставрации. Перерезание ленточки стало своеобразным символом начала новой жизни башни. Здание павильон сначала было построено как зверинец, но в 1825-м его перестроили в многоэтажную детскую комнату для царских детей. Спустя почти 100 лет здесь можно вновь услышать детские голоса. Первую экскурсию для юных горожан Пушкина провела директор музея. Реставрационные работы были масштабны. Строителям пришлось воссоздать четыре этажа. В годы Великой Отечественной войны они были разрушены. По словам архитектора Натальи Кудрявцевой, самым трудным этапом реставрации стали интерьеры комнат. Иконографических материалов для восстановления интерьеров крайне мало. К сожалению, мы не смогли воссоздать самый главный элемент убранства этого зала. Великолепные росписи Джованни Батиста Скотти, на которых были изображены сцены рыцарских походов. В декоре фасадов стоят чугунные скульптуры рыцарей. Они отлиты на Александровском заводе. Их удалось сохранить с царских времен. Живые рыцарям сегодня на площади башни устроили турнир. Бой стал кульминацией праздника. Но больше всего посетителей собралось на обзорной площадке башни. На высоте около 40 метров можно увидеть весь Пушкин. Сегодня в башне будет располагаться образовательный интерактивный центр для детей. Специалисты уже готовят экскурсионные программы. Максим Ирошниченко, Алексей Кривощоков. Новости Санкт-Петербург.